Трёхлетняя Саша готовит маме вкусный обед из овощей. Саша – младшая дочка Екатерины Смирновой. Её старший сын и дочь уже учатся в школе, и они тоже в своё время ходили в этот частный детский сад. Находится он в посёлке Ладога, а Екатерина – основатель и владелица не только этого бизнеса, но и компании по промышленной вентиляции. Десять лет назад она делала первые шаги в бизнесе. Когда же роль бизнес-леди пересеклась с ролью матери после рождения первого ребёнка, перед Екатериной встал вопрос, в какой садик отдать своё чадо. Тогда у Екатерины появилась мечта – создать современный детский сад. Воплотить мечту свою, когда есть видеокамеры в садике, когда я смогу не думать и не переживать, что с моим ребёнком происходит, а просто сесть за компьютером на рабочем месте и посмотреть, и быть спокойной. То есть для меня было это очень важно. Вы сами понимаете, когда мамочка уходит на работу, отдаёт ребёнка в садик, она переживает – а поел ли он, а поспал, что он делает, не плачет ли он. Мечта Екатерины воплотилась шесть лет назад. Именно столько существует частный детский сад «Джуниор Парк». И каждый из родителей-воспитанников в режиме онлайн может увидеть, чем занимается его ребёнок, просто зайдя с телефона или планшета. В садик вмещает 25 человек. Группы небольшие, максимум семь детей. А значит, внимания каждому уделяется достаточно. Творческие занятия ведут приглашённые художник, музыкант из филармонии, педагог по английскому. А окружающий мир ребята познают вместе с воспитателями. У нас в стране есть армия. Согласны со мной? Да. Что ж такое армия? Это наши вооружённые силы. Ну, посмотрите вот сюда вот. Кто здесь шагает так красиво, посмотрите так ровно? Это армия. Это наши военные, это наша армия. Алла Валентиновна – педагог с 20-летним стажем. Она в своё время была воспитателем у самой Екатерины, владелица частного детсада. Год назад здесь открылась и ясельная группа. Она оказалась востребована. Ведь в муниципальный сад в младшую группу могут попасть далеко не все желающие. Однако в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что до конца 2021 года в стране будет полностью решена проблема с яслями. Запись туда и получение льгот будут осуществляться по запросу. Из документов понадобится только свидетельство о рождении. В этом садике ясельную группу ведёт Светлана Владимировна Денисова. Здесь совсем другая атмосфера, другая обстановка. Здесь очень здорово. И природа здесь. И как-то здесь всё так по-домашнему. Вы знаете, мы вкладываем всё в наших деток. Даже с маленького возраста у нас есть такие занятия, как аппликации, которые ещё не приемлемы в нашем возрасте. Но мы всё равно это с детками делаем. Конструирование из бумаги. Много-много-много всего. Три раза в неделю все воспитанники частного детского сада занимаются в бассейне. Он находится в этом же здании, на первом этаже. С детьми работает тренер, учит их плавать. Организованы группы также для всех желающих ребят из Владимира. Бассейн чистый. Здесь применяется трёхступенчатая система фильтрации. Сначала убираются механические примеси. Затем идёт очищение с помощью современных химических реагентов. И, наконец, ультрафиолет убивает всех микробов. Дети очень любят занятия в бассейне. Охраняемая территория, видеонаблюдение – интересные занятия для ребят. Садик, который был просто мечтой, стал реальностью. Правда, без хорошего коллектива ничего бы не вышло. Шесть воспитателей, которые здесь трудятся, держатся за это место. Так как зарплата достойная. Плюс работает система мотивации. За шесть лет существования частного детского сада уже было четыре выпускных. Большое интервью с владелицей садика Екатериной Смирновой смотрите на нашем телеканале в программе «Личное дело». Екатерина Старикова, Виталий Сергеев, Губерния, 33.